Одним из новшеств моратория на проверки бизнеса, введенного с марта этого года, стало автоматическое продление большинства разрешительных документов. Применив это требование, Главное управление регионального госконтроля по упрощенному порядку выдало в Хабаровском крае 746 разрешений и лицензий. Документы были продлены на срок 12 месяцев. Мерой воспользовались владельцы такси, переработчики черных и цветных металлов, компании и предприниматели, продающую алкогольную продукцию. К примеру, лицензиаты, занимающиеся заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов в Хабаровском крае, теперь гораздо быстрее получают бессрочные лицензии на свой вид деятельности. С этого года получить разрешительные документы им помогает дистанционный формат проведения проверки фирм на соответствие требованиям законодательства. Главное управление регионального госконтроля использует видеосъемку места планируемой деятельности. Вициалисты снимают площадку с твердым покрытием, где будет осуществляться деятельность, фиксируют наличие оборудования и обученного персонала. Съемка хранится на жестком диске компьютера, что позволяет проконтролировать результаты проверки. Применяемый формат позволил сократить сроки выдачи лицензии с 30 до 15 дней, рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Дмитрий Зубарев. С начала года при помощи дистанционного контроля уже было проведено 9 оценок в соответствии лицензионным требованиям. Специалисты осмотрели 9 пунктов приема металлолома, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванинском имени Лазо районах, после чего им было выдано 9 лицензий. Что касается лицензирования такси, то отдельные предприниматели смогли упрощенно продлить сразу несколько лицензий. Если несколько лет назад выдача разрешения составляла две недели, то теперь разрешение выдается за несколько дней. Срок ожидания сократился, а значит уменьшился и срок простоя. Автоматически и бесплатно четыре разрешения мне продлили ещё на один год, что очень удобно, поделился один из владельцев такси, индивидуальный предприниматель из района имени Лазо Андрей Галиндухин. Говоря о торговле алкогольной продукцией, показательно, что состояние розничной сети сейчас характеризуется в Хабаровском крае тенденцией увеличения числа лицензированных магазинов. После введения моратория на территории края было пролонгировано на 12 месяцев 614 лицензий, срок действий которых истёк с 14 марта 2022 года. Всего же в сфере оборота алкогольной продукции на территории регионном ведут деятельность 1033 организации, 2387 обособленных подразделениях розничной торговли и общественного питания, а также 1523 индивидуальных предпринимателя. С реестром всех действующих лицензий можно ознакомиться на портале контрольно-надзорной деятельности. По QR-коду любой желающий может проверить актуальность разрешительных документов. Напомним, постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также об их упрощённом получении или переоформлении в марте этого года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. В России новая мера затронула более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля, оказание услуг связи и услуги такси. Всего по всей стране будет автоматически продлено или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 миллионов разрешений. Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Такое решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятиях в условиях санкционного давления. Госорганы наделены полномочиями принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращениях обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.